коллеги добрый день да спасибо что вы пингуете так сказать у нас картинка есть звук есть по умолчанию все участники на мьюте так как этот конкретный ивент этот вебинар представляет из себя мое личное выступление я думаю что мы в конце оставим время для всех кто хочет общаться лично да и вы сможете накопить вопрос да и включить звук и задать их будем общаться ну или перейдем перейдем в оффлайн и уже пообщаемся по отдельным вопросам с каждым на коллеги подключают продолжают подключаться люди но давайте начнем всем спасибо за то что нашли время надеюсь полтора часа в вашем графике на то чтобы пообщаться с нами на тему data governance еще раз про про митинг да про встречу собственно конференция пролится полтора часа буду большую часть говорить я соответственно прошу оставаться на беззвучном режиме до конца и соответственно в конце мы сможем либо пообщаться всеми кого останутся вопросы либо перейти уже в режим личного общения собственно давайте я представлюсь зовут меня александр я представляю компанию by consult в которой я занимаюсь скажем так консалтингом в области би-система также data governance information management мы внедряем би-системы кликью табло power bi также я последние пять лет являюсь руководителем репортинг офиса и проекта на базе табло в компании люксовт в целом это вторичная информация но просто вот скажем так я занимаюсь консалтингом и практическим применением различного рода знаний в области data governance и в большей степени наверное би-ай что мы сегодня хотим вам рассказать собственно цель да за полтора часа вам сразу некое понимание темы data governance по сути вряд ли мы успеем погрузиться глубоко в какую-то из какие какие-то из аспектов там пробежимся по всем основное да что у вас должно остаться что это за да за словосочетание какие основные в нем лежат скажем так элементы процесса технологии какая реальная ценность для бизнеса как продавать проект менеджментом есть скрытая тема во всех этих семинаров действительно купить срать желание приобрести какой-то более детальный семинар у нас но я в целом предполагаю что но для 90 там процентов присутствующих в этом нет необходимости да будет уже польза от того что вы может быть узнаете что-то больше из этого семена из этого семинара про тему data governance и может быть никогда с этим именно как с проектом требующим какого-то специального тренинга корпоративного не столкнетесь и это будет наверное вполне логично для многих компаний давайте об этом обсудим поговорим подробнее в целом по окончанию курса да есть но этот скажем так не курс это вот полторачасовой до дыма дыма семинар поэтому мы стараемся пробежаться потому почему data governance это важно какие данные должны быть должны быть подвержены data governance скажем так практикам какие основные концепты практики какие процессы люди технологии могут лежать в основе программы data governance и какие подходы к оценке позиционирования и оценки эффективности программа существует собственно да давайте начнем с того что очень на высоком уровне поговорим на эту тему потом будем уточняться детализироваться и так часто когда речь заходит это data governance но у всех есть уже такое набор реакции да на эту тему очень часто да запись будет спасибо очень часто под data governance уже немножко скажем так есть набор стереотипов на есть исторические презентации где много говорится на абстрактном уровне на тему того как важно управлять данными есть презентации связанные с каким-то вендором у которого есть обязательно там все что нужно для дата гавернанса на укра у каждого крупного вендора и часто третий как бы блок да скажем идеи но ведет тому чтобы детально изучить дома дембок это дата менеджмент воде of knowledge то есть такой как бы опять же некая библия только уже не потом пиэмбок куда не по project management а то же самое есть уже написанное по дата менеджмент соответственно да это некая некий набор знаний таких достаточно теоретических и сложно воспринимаемых на английском языке которые в принципе говорят правильные вещи про про то как бы каким дата гавернанс может быть все это у нас будет ну плюс некий мой скепсис и такой как бы более-менее живой живая конкретика по поводу этих вещей но теории все равно достаточно много во всем этом то что это гавернанс это такой набор определенных управленческих конструктов да да собственно дата гавернанс тема достаточно новая и как я сказал тот факт что в интернете по факту да и на скажем так в поле корпоративных тренингов и возможных всевозможных курсов и обучений отсутствует большом количестве какие-то готовые курсы особенно на русском языке по на этой теме поэтому да тема новая не очень широко распространена по-прежнему в россии так точно и по сути устоявшегося термина на русском языке нет принципе все если говорят об этом то говорят о дата гавернансе дать но в принципе под этим часто подразумевают либо управление качеством данных либо стратегическом управление данными но наиболее близкий по сути перевод в нашем мнении это управление данными на корпоративном уровне собственно давайте немножко там про предпосылки такие цифры до маркетинговый буллшит о том что 30 процентов всех хранящихся данных сотрудников используют только 30 процентов используют регулярно поддержка хранилищ данных съедает по статистике от 33 до 70 железных процентов железных ресурсов компании можно сэкономить большие объемы так коллеги я буду вас мьютить ссоре иначе мне сложно вести да еще раз по поводу того что есть большая диспропорция между количеством нужных данных и используемых поэтому вычищая этот мусор можно сэкономить большие объемы эти ресурсы большое количество времени аналитиков тратится на приведение данных в порядок а не на анализ и работу с ними низкое качество данных съедает тоже большие проценты годового ресурса организации то есть условно говоря различные коммуникации различные действия с данными приводит к тому что не эффективно эти данные эти расходы на на какие-то рассылки смс там имейл рассылки или что-то еще до звонки те же самые ну и считается что необходимость дата гайверности прежде всего есть у крупных компаний у которых скажем так вот эти неэффективности да если их просчитать и сложить в сумме они дают большие объемы потерь после чего собственно происходит некое обоснование того что расходы на дата гайверность оправданы в целом так оно и есть самом деле для малых и средних предприятий не до дата гайверности мягко говоря потому что это гайверность достаточно дорогая программа если ее именно запускать как программу и чтобы обосновать такие расходы действительно нужны и большие объемы данных и большие скажем так масштабные проекты по использованию этих данных в которых собственно и генерятся те самые там варианты монетизации этой программы после чего как правило нас стартует то есть основные задачи программы data governance это увеличить количество нужных данных к ненужным повысить качество корпоративных данных здесь же мы говорим про эффективность повторного использования защитить чувствительные данные и обеспечить к ним доверие это скажем так третий аспект и стандартизировать управление доступом данным это четвертый аспект есть еще пятый аспект зачастую проект data governance запускаются вследствие необходимости сертификации или соответствие каким-то индустриальным стандартам да то есть если компания находится на работает на финансовых рынках то скажем так контроль со стороны регуляторов зачастую требует от них определенного уровня качества управления данными теперь обо всем подробнее да давайте начнем с базы скажем так некой как мы как я ее вижу да и потом перейдем к определениям и более конкретно по всем поговорим говорят это гайверинси мне хочется сначала говорить про ту скажем так сферу в которой она является частью которой она является принято выделять понятие information management или аэм значит под этим подразумевает подразумевается по сути все что связано со сбором и управлением информации из разных источников и ее распространение на различные аудитории в организации как правило да поэтому значит то что называется информация менеджмент считается что в нем есть 14 дисциплин 14 дисциплин в данном случае сгруппированные по смежности вот в такие шесть групп давайте пробежимся по ним значит снизу вверх инфраструктурные такие группы первые три блока это моделирование данных управление мета данными дальше контент менеджмент и enterprise information менеджмент это ну да начнем с того что даты моделинг и методейт менеджмент это понимание данных до их определение и описание под контент менеджментом принято понимать анализ спроса и предложения на данные то есть так называемый supply demand менеджмент то есть какие данные нужны какие данные есть и какие данные вероятно нужно приобрести то же самое да анализ доступности какие данные доступны это значит контент менеджмент дальше мы говорим о блоке полезности данных или utility data utility и здесь мы имеем два ключевых связанных друг с другом понятия data quality and data governance дальше мы уже поднимаемся вверх у нас появляется data integration то есть интеграция связывание трансформация консолидация хранения данных да это все что связано с data warehousing master data об этом сверху над этим сидит уже аналитика бизнес получение бизнес ценности измерения мониторинг данных то есть бизнес анализис перформанс менеджмент и бизнес intelligence и на самом верху среди то что базируется на всем том что под ним да это моделирование сложные инсайты predictive analytics data mining вот такой такой как бы скажем так контекст или окружение помогает понять где в этом месте находится data quality значит в этом стеке им менеджмента первые три блока стека связаны с построением формированием информационной инфраструктуры и следующие три уже представляют себя информационные сервисы по мере повышения движения снизу вверх у нас выше повышаются взаимосвязи между всеми компонентами то есть словно data mining не может существовать без всего того что под ним да без качества данных без мета данных без мастера дата менеджмента без предварительного дескриптивного биая и так далее в компании зачастую имеет смысл начать вашу информационную стратегию именно с построения некой матрицы того как эти процессы эти компоненты у вас в компании существуют да кем они что они себя представляют для чего они нужны и нужны ли да все они кто ими занимаются на каких технологиях и какие процессы они включены таким образом да у нас тема вот информационного менеджмента она наверное можем с этим закрыть то есть об этом мы поговорили теперь более подробно про тот кирпич который содержал в себе вот понятие data quality and data governance давайте начнем с такой картинки да где раскрывается понятие data utility то есть у нас слева есть данные есть база данных есть хранилище есть системы есть бизнес метрики даже и портинг какой-то а справа есть бизнес то есть есть их вопросы есть задачи решение которым нужно предпринимать действия которые нужно принимать и так далее и есть пропасть до гэп между наличием данных и их использование и собственно вот этот гэп на эту этот разрыв он его характеризует то насколько данные актуальны насколько они доступны насколько они понятны насколько они заслуживают доверия насколько они своевременно поставлены бизнес да и насколько они защищены вот эти параметры по сути и скажем так обеспечиваются с одной стороны data quality да и считается что data quality существует и функционирует на базе данных на базе систем да то есть и на страны организационной скажем так стороны эта пропасть сокращается data governance то есть data governance как набор организационных процессов да политик регламентов ролей и так далее которые вместе с data quality обеспечивают скажем так максимальную полезность данных максимальный потенциал их использования бизнесом то есть да это пропасть между обладаниями данных их их использования вот она должна сокращаться с помощью этих процессов да очень такая красивая метафора давайте теперь да то же самое та же самая мысль значит мы говорим о том что есть вот такой вот трехмерный блок в котором есть те самые характеристики 6 которые при этом закрываются двумя процессами data quality работает на уровне системы данных да это гайвердинс на уровне людей политик и практик давайте поговорим теперь о дайте quality чуть подробнее большая тема скажем так она шире опять же этого семинара но без него опять же сложно сформировать про полное представление о том какое чем оно отличается от до этой гайвердинс и как их понимать вместе data quality есть академическое определение не очень полезная степень совершенства данных до какого совершенства какая степень есть более скажем инструментальная степень в которых данные обладают желаемыми характеристиками и не обладают свободны от нежелательных характеристик такие такое определение уже дает больше понимания во-первых есть желаемые и нежелаемые характеристики есть степень в которых данные им обладает на этими артистиками с характеристиками характеристик данных достаточно много да есть вот такой подход в котором немой опять же да но это все результат некого сбора и агрегации данных различных из различных концепций ну главным образом да источник всей темы это дембок который мы говорили вначале и так собственно да по консолидированному мнению есть различные характеристики группа характеристик данных и собственно data quality как процесс это в его основе да лежит первичное это понимание этих характеристик сначала вы должны утвердить внутри себя систематический анализ данных в источниках дальше вы можете понять понять какие характеристики для вас какие характеристики есть у ваших данных собственно производить оценку качества данных это как правило количество должна быть оценка если это автоматизация да если это дата quality процессы то количество оценка качества данных на основа на основе набора четко определенных правил И, собственно, это оценка качества данных, который является, как правило, вторым базовым процессом Data Quality, измерение качества данных, вернее, изменение, то есть клининг, очистка данных, то есть эти упражнения заканчиваются обнаружением какого-то объема некачественных данных, а также процессов, которые к ним привели, и производятся мероприятия по исправлению, удалению поврежденных данных, изменению процессов, да, и возвращаемся снова на первый этап и на второй, и двигаемся циклично по этим, как бы, да, этапам простым, происходят, как правило, все проекты Data Quality. Да, то же самое, но подробнее мы говорим о Data Quality, о assessment, о data профилировании и data cleansing, или, по сути, проекты по очистке данных. По Data Quality существуют различные, скажем так, функции, которые в том или ином виде представлены в различных системах, которые призваны либо помочь на каких-то этапах этого процесса, да, на профилировании, на уровне assessment, да, но, как правило, есть уже и системы, которые занимаются, ну, достаточно профессионально специализированы всеми этими процессами, начиная от профилирования данных до дедупликейшн, да, достаточно частая тема, rule-based cleaning, rule-based audit, data quality scorecard и так далее. Существуют разные варианты, вы можете построить свою систему, вы можете пользоваться неспециализированными системами, тем же самым SQL Server, Microsoft, на чем у нас хранилище построено, BI-тулы, либо специализированные системы, все это в том или ином виде представлено на рынке. Собственно, да, по data quality, вот об этом имеет смысл, это имеет смысл вывести в качестве резюме, да, степень, в котором данные обладают желаемыми характеристиками и не обладают нежелательными. Существует четыре шкалы, про них мы не говорили, но и не фокус сейчас об этом детализироваться, да, это три базовых процесса и три цели data quality management. Измеримо улучшить качество данных по отношению к ожидаемым уровням бизнеса, определить требования к внедрению контроля качества данных в жизненный цикл систем, обеспечить процессы измерения мониторинга отчетности в соответствии с установленными уровнями качества данных. Далее, давайте, собственно, теперь также пробежимся по теме data governance и поймем, как они, эти понятия, data governance, data quality сосуществуют. Итак, определение, которое мне кажется правильным, да, это data governance как кросс-функциональная программа управления данными, как корпоративным активом. Также, через точку запятой, собрание корпоративных политик, стандартов, процессов, людей и технологий, ключевых для управления критическими данными ради достижения цели компании. Собственно, я не нашел ничего лучше, чем написать это вот так, да, это и кросс-функциональная программа, и, по сути, объединение политик, стандартов, процессов, людей и технологий. Вот об этом, да, эти ключевые слова и должны осесть в сознании, да, в качестве того, о чем мы говорим в контексте data governance. Программа управления актив как корпоративным активом, данными как корпоративным активом, состоящая из стандартов, процессов, людей и технологий в соответствии с целями организации. Да, data governance, так же, как и data quality, имеет связи с всеми остальными элементами стека информационного менеджмента. Есть такой, скажем так, буквальный перевод странички из демо Деймбока. Да, коллеги, спасибо, что все еще подключаетесь. Я буду вас переводить в беззвучный режим. В конце мы сможем пообщаться, да. Мы не будем сейчас обсуждать вот этот слайд. Слишком много здесь букв. В целом презентация будет доступна. Мне кажется, полезно в этом посидеть, но это слишком сложно для данного, слишком детально для данного вебинара. Мне кажется, более правильным остаться на тех понятиях, которые мы обсудили только что до этого. Ключевые подходы к определению. Значит, data governance в контексте, да, в том, как принимается это, скажем так, в ключевом источнике, да, компромиссном источнике DMA, DMBOK, гайд. Data governance стоит в середине всех тех областей знания, которые, сфер, да, которые мы причисляем к информационному менеджменту, находится она в центре. Это, скажем так, операционная абстракция, да. Я ее расположил вот здесь вот в середине, вместе с data quality, как один из элементов, да, равноценный элемент вместе со всеми остальными. Но можно, наверное, и говорить о том, что data governance действительно находится в центре, потому что она пробрасывает некий организационный контекст на все остальные элементы. То есть связывает их таким образом, включает в себя стратегию, какие-то внутренние департаменты и организации и роли формализуют это, создает политики и стандарты по управлению данными и также отвечает за конечную ценность всего информационного менеджмента, то есть за то, насколько данные и все продукты, входящие в стэк информационного менеджмента, насколько они решают задачи компании. Если мы хотим еще поуточнять, да, в чем data quality, data governance между собой похожи, да, то мне понятно вот в этом, здесь, да, я хотел, собственно, уточнить о том, что data governance — это чаще всего сборник практик и процессов, который помогает обеспечить управление данными как активом в рамках организации. Data quality при этом обеспечивает уверенность, да, в точности и согласованности по нате данных. В этом плане при таком подходе у них нет конфликта, да, в определении, и каждый отвечает за свою часть. Data quality как проект. Как его можно рассматривать, да, то есть есть понятие программы, то есть когда существует некая уже сформированная программа, которая запущена в организации и функционирует. Если data governance является проектом, то у него, безусловно, должна быть стадия старта, разработки, ее реализации и дальнейшего развития, перевода в некое состояние уже развития. То есть improvement, да. Поддан инициацией. Действительно часто требуется бизнес-кейс, когда существует какая-то критическая для компании ситуация с качеством данных, необходимость соответствия внешним регуляторам или действительно бизнес-необходимость, выход на новые рынки, там ужесточение конкурентной ситуации или, в принципе, специфика бизнеса заставляет компанию прийти к необходимости более качественного управления данными. И в этом случае, да, происходит инициация, бизнес-кейс, спонсорство, разработка вижена, документы программы, разработка ее бюджета, формирование команды и запуск. Далее, поддизайном, да, то есть когда формируется некий начальный набор артефактов программы. Это стандарты, политики, распределение ролей, их, скажем так, definition, да, определение их обязанности и ответственности, согласование программы и ее внедрение в организационный контекст, разработка Business and IT Rules, правила для данных, их согласования. Как правило, формируются или даже, да, ревьюются существующие каталоги данных и глоссарии. Под выполнением, да, я подразумеваю внедрение и, по сути, как сказать, когда компания начинает реализацию, работу по данным установленным правилам в соответствии с этими стандартами, внедряются процедуры, внедряются правила, внедряются активности определенные в процессы, также создаются возможности для замерения и измерения количественных показателей для вашей программы. Да, существуют организационные такие элементы, так как Data Governance Committee, или, не важно, как это назвать, да, рабочие группы и комитеты по принятию определенных решений по тому, какие действия должны происходить в операционном и в стратегическом режиме по данному проекту. Также в Execution программы, выполнение программы имеет смысл как бы относить все Data Quality проекты, которые являются, как правило, составным элементом программы Data Governance, когда рабочие группы принимают решения о интервенции в какие-то данные и запускаются программы, проекты по Data Quality. Также сюда входит и, наверное, PR программы, промоушен, различные внутренние конференции, воркшопы, которые, имеется мысль, проводить, чтобы внедрять практику и практики Data Governance и тренировать Data Stewards и так далее. И развитие, то есть под этим главным образом подразумевается стратегическое управление программой, проектом, понимание того, куда вы движетесь, зачем, пересмотр предпосылок исходных, обучение сотрудников, Data Governance Maturity, то есть зрелость, есть достаточно большое количество моделей Data Governance Maturity, как движетесь, по каким этапам, чем характеризуется ваше текущее состояние. Да, аудит, мониторинг и расчет финансовой эффективности возврата на инвестиции. Да, это вот, скажем так, как видится проект внедрения Data Governance. Если подводить резюме, скажем так, Data Governance как разделу с определением, мы говорили о том, что Data Utility, понятие, описывающее полезность данных, крайне важно для трактовки, понимания Data Quality, Data Guidance. Утилизация, то есть использование, не происходит без полезности. Низкая полезность данных создает разрыв между наличием данных и их использованием. Чтобы повысить полезность, увеличить использование, данные должны быть актуальными, доступными, понятными, надежными, доставленными своевременно и secured, то есть безопасными, с распределенными по правам доступа. Data Quality Management, Data Governance Practices, они работают, собственно, вот над этим сокращением разрыва между наличием данных и их использованием. Управление качеством данных фокусируется на данных и системах, Data Governance фокусируется на людях, стратегиях, процессах и практиках. Вот это, наверное, имеет смысл извлечь из прошедшего блока. Собственно, давайте теперь сфокусируемся на теме Data Governance и пройдемся по основным элементам, скажем так, опять же, по верхам, но я постараюсь сфокусировать на неких главных моментах для фокуса. Так, да, классические вызовы Data Governance часто, ну, собственно, отчасти это все и так и есть. Воспринимается как теоретическое академическое упражнение, которое, скажем так, создает определенную бюрократию дополнительную в компании и неочевидно по своему рою, да, по финансовой ценности. Часто воспринимается как IT-проект, и это сразу как бы ставит на ней крест, потому что IT-проектом оно не должно являться ни в коей мере. Нет понимания, ну, скажем так, разные подходы к определению, к понятию Data Governance, они разнятся между собой и создают еще больше неопределенность. культура не поддерживает централизованное принятие решений организационной культуры в компании, что тоже мешает, по сути, такой программе, ее запуску и ее развитию. Все это создает определенную антипатию, да, к этой теме. Собственно, все это, на самом деле, практически так и есть. Но, тем не менее, давайте поймем, что из этого все равно имеется в носу. Какими данными, вопросы, да, на которые я хочу сфокусировать в контексте более детального погружения, какие данные достойны управления специального, зачем управлять, какие драйверы и цели, что, скажем так, имеется в виду под политиками и стандартами, какие процессы, как правило, существуют, появляются, какие роли в структуре участников проекта и какими бывают программы Data Governance. Какими данными нужно управлять. Существует, ну, давайте так, существует много разных, наверное, типов данных и типологий. Значит, какими данными имеет смысл управлять, если они являются стратегическими? Что имеется в виду? Данные являются уникальными и дают фирме конкурентные преимущества. Например, если это, например, какой-то сайт или интернет-магазин, и данные о клиентах являются такими самыми стратегическими данными. Дальше. Критические данные могут быть, которые являются, оказывают существенное влияние на, это могут быть уже больший набор данных, критическое влияние оказывают на компанию. То есть, например, на внешнюю отчетность, на управление рисками, на поддержание важных бизнес-функций. То есть, как правило, это вся финансовая отчетность компании. Для компании оптовой торговли, например, это может быть данные по товарообороту. То есть, это большой уже кусок данных, которые формируют основной, включены в основные бизнес-процессы компании, скажем так. Есть общие данные, которые используются отдельными департаментами, но если такие данные используются в двух и более бизнес-процессах, либо в двух и более департаментах, такие данные тоже могут включаться в программу Data Governance. Скажем так, не нужно управлять данными специфичными, данными конкретного отдела, не используемыми для нормативной отчетности или для коммуникации между департаментами. Как правило, если эти данные используются одной функцией, то эта функция вполне себе способна каким-то образом самостоятельно ими управлять, не неся большого количества потерь от неэффективной коммуникации этих данных, неэффективной, то есть не возникают критические для бизнеса потери. Как правило, имеет смысл фокусироваться именно на первых двух категориях и в них, скажем так, можно найти тот value, который поможет обосновать программу. Так, какими аспектами данных можно управлять? Здесь мы переходим к характеристикам данных. У данных есть определение, то есть definition, то, что означает конкретное поле, конкретная метрика, да, и это крайне важно, зачастую не происходит даже определение этого аспекта данных в компаниях, да, и уже этим аспектом имеет смысл управлять. Допустимы значения данных, когда мы говорим о том, что, там, скажем, у этого артикула или у этого идентификационного там кода потребителя должно быть 9 символов, а не 10, да, у адреса там должен быть номер дома или там телефон должен содержать вот столько количества цифр. Это очень, да, скажем, примитивное, примитивные примеры, допустимые значения данных, понятно, о чем речь. Data ownership и ответственность это аспект данных, кому принадлежит роль владельца данных, да, и кто ответственен за definition, за качество данных, за соответствие данных требованиям и так далее. Доступ к данным. Кто, когда может иметь к ним доступ? Это тоже аспект данных, который подвергается Data Governance, является в его сколпе, находится. Уровни качества данных, то есть какие уровни качества данных являются допустимыми, какие недопустимыми, то есть что, собственно, является некачественным данным для этого куска данных, для этого аспекта данных и так далее. Обработка данных, какие процессы по созданию, обновлению, удалению данных в компании существуют, какие из них являются правильными, как они должны протекать. Это крайне важный аспект, когда у вас данные формируются в большом количестве точек, если операционисты их заносят в тысячах точек по всей стране, или, скажем так, у вас есть большое количество сотрудников, которые заносят информацию, то есть ее создают, дальше кто-то их обновляет, кто-то их удаляет. Если мы воспринимаем данные как актив, то все эти процессы крайне важны для управления, должны быть под управлением. Хранение данных, их архивация и безопасность, то есть как вы защищаете свои данные, где они хранятся, как вы их архивируете и так далее, как они у вас будут накапливаться. Архитектура данных это, скажем, такой уровень уже, когда вы формируете из данных некие модели, да, и в этих моделях тоже архитектурой этих моделей необходимо управлять. Отчетность по данным это уже последний уровень, как эти данные представлены в тех или иных BI-системах, репортинговых системах, как они репортятся, как они распространяются в компанию в виде отчетов. Все это является аспектами данных, которые находятся в скоупе Data Governance проекта. Зачем управлять данными? Типы целей? Важно понимать, да, зачем все это? И от того, какие цели у вас есть, они могут, ваш проект может принимать разный совершенно вид. Правовые цели. Когда у вас есть тот же самый GDPR, да, есть законы, нормативные акты, в странах, в которых вы работаете, и вам необходимо им соответствовать. Стандарты индустриальные или стандарты от регуляторов, которые также накладывают определенные требования на то, как у вас управление данными построено. Есть финансовые, когда вы, когда целями вашей программы является получение экономии. Как правило, сокращение потерь, которые вы несете от того, что у вас большое количество данных неэффективное, некачественное, либо вы хотите построить какие-то, например, предиктивные модели на этих данных, которые не могут быть реализованы без качественных данных, а сами предиктивные модели обещают вам какие-то интересные финансовые результаты. Эффективность процессов тоже может быть целью data governance, конкурентные преимущества. Понятно, зачастую сейчас во многих отраслях наличие способности иметь качественные данные и выстроить на этих данных конкурентные преимущества могут закладываться в стратегии компаний, и так это и происходит на рынках, конкурентных рынках с большими объемами данных, данных как правило data governance ложится в основу таких конкурентных преимуществ. Да, ну о чем речь, то есть условно говоря, если вы хотите взять и сделать для своих потребителей какого-то супер чат-бота, который будет оказывать услуги и таким образом очень сильно радовать ваших потребителей, и они будут предпочитать вас там, а не ваших конкурентов, то такому чат-боту нужны хорошие данные, да, и условно говоря, данные о потребителях, клиентские данные, которых он сможет очень быстро и точно ориентироваться, и которые можно обучать, на основе которых его можно будет обучать. Дальше, да, я периодически читаю, надеюсь, у вас все хорошо со звуком. Ваши комментарии. Политики и стандарты. Говоря о политиках и стандартах, собственно, я подразумеваю некоторые их категории. Имеет смысл, как минимум, могут быть их большее количество, но, как правило, выделяют вот такие типы стандартов и политик. Стандарты именования, нейминговые, стандарты, стандарты качества данных, стандарты передачи данных, стандарты CRUD, create, read, update, delete, стандарты архивации, стандарты безопасности, и конфиденциальности, стандарты архитектуры данных. Не будем углубляться. Можно сказать о том, что есть еще стандарты по процессам, которые мы обсудили, есть стандарты по data areas, то есть стандарты управления клиентскими данными, стандарты управления транзакционными, какими-нибудь данными розничного подразделения и всех других функциональных функциональных data areas, которые у вас, возможно, у всех свои. Типология вот этих документов, она может быть любой. Под документом, да, мы подразумеваем, как правило, уже, наверное, никто, надеюсь, не подразумевает под ними напечатанные, распечатанные, такие скрепленные каким-то зажимом талмуды с буквами, в которых много написано правильных слов, да, хотя допускаю, что у вас в компаниях все это тоже есть, но я надеюсь, что существует уже у всех какая-то электронная версия в виде корпоративных порталов или, как минимум, каких-то конфлиенсов, может быть, спейсов, у кого как, да, но, как правило, существует переход на более облегченные, более инструментальные версии регуляции, регулирующие документации в компаниях и, собственно, речь идет о таких же, наверное, все равно документах, так или иначе, в которых описано, что можно, что нельзя по конкретному, там, да, либо по конкретным типам данных, либо по конкретным процессам, по которым мы говорили. Пример содержания такой политики, например, данные клиента, это очень тезисы, да, какие-то могут там раскрываться. Есть примеры, мы можем, да, отдельно на курсах смотрим на примере документа, да, с большим количеством слов, в котором описано таким языком литературным, да, но тезисно данные клиента обновляются, собираются в отделе по работе с клиентами. База данных, опросов клиента является единственным источником показателей удовлетворенности клиента. Вице-президент по работе с клиентами отвечают за точность данных. Весь персонал несет ответственность за точность данных и так далее. То есть это вот фиксация определенных правил, а также локация ответственности. В целом, наверное, тут нет специфики по отношению к другой рекламентированной документации. Люди, какие роли имеет смысл, в каких ролях имеет смысл говорить в контексте DataGadness программы. Существует три группы участников. Бизнес, представители функций, представители тех подразделений, данные, чьи данные подвергаются, участвуют в программе. Также здесь важная роль, мы сейчас о ней поговорим, Data Stewards, что под ними подразумевается, кто они такие. То есть бизнес-роли. Есть IT-роли. Как правило, так или иначе, все равно данные являются зоной контроля IT-департаментов, системы находятся в их зоне контроля, и, соответственно, IT-архитекторы, IT-директора, также Chief Information Officers, команды, управляющие хранилищем данных, безопасники могут быть вовлечены в том или ином объеме в проект, в программу. Да, я говорю про проект слэш программы, но подразумеваю, что проект Data Governance это нечто срочное, когда она запускается, происходит, и потом ее можно завершить. и программа, когда она находится ongoing, то есть она непрерывно может проект перерасти в программу. В целом это просто как бы абстракции. Operations. Да, и под operations, как правило, подразумевают финансистов, риск-офицеров и internal audit, которые должны вовлекаться, если у вас ваша специфика вашей компании подразумевает существование таких ролей, как правило, не включают в программу. То есть среди членов команды должны быть те, кто драйвит бизнес, кто осуществляет изменения и кто будет нести ответственность и иметь обязанности в рамках этого проекта. Продолжение следует далее. Раскрываем тему бизнес, вот той самой группы под группа бизнес, бизнес IT operations. В группу участников со стороны бизнеса входит, как правило, executive sponsor. Без него программа не стартуется и его обязанности ну, например, это может быть вице-президент по маркетингу, для которого качество клиентских данных является наиболее критическим, он несет ответственность за эту область данных и он собственно является заказчиком программы. Дальше оперативные решения могут быть им делегированы на data steward но ответственность все равно будет оставаться конечной на нем. Отвечает на верхнем уровне за data definitions, за политики, за их внедрение, за их исполнение, отвечает за соответствие требованию качества, точность, актуальность данных, утверждает все политики, является арбитром, проводит рабочие сессии, может проводить по арбитражу поиску решений, устранение каких-то проблем, конфликтных ситуаций, которые могут вызывать установленная политика. Data steward как правило это data эксперты, то есть представители этой функции, если мы продолжаем пример клиентских данных, то есть если у вас есть большое применение данных о ваших клиентах или потребителях или пользователей, покупателей на сайте и так далее, то ваш, например, executive sponsor это директор маркетинга, виза-президент маркетинга или кто-то еще, руководитель функции маркетинга, а в этом случае стюардами будут региональные менеджеры по маркетингу или сотрудники департамента маркетинга, которые отвечают за операционные деятельности. Собственно, они имеют практические знания одновременно в том, как данные используются и как управлять данными и как на данные влияет управление. то есть это те люди, которые в данном случае это роль, да, data steward это роль, она может, ее может выполнять сотрудники разных реальных подразделений, но по факту они должны иметь практические знания одновременно и в бизнесе и в данных, понимать, как данные используются и нести ответственность собственно за требования к данным, за data definitions, data quality и по факту за дальнейший контроль над реализацией этих требований. Да, более детально про обязанности. Он, как правило, отвечает за то, что я сказал, data definitions, policies, отвечает за соответствие, за контроль, драйвит рабочие сессии в рамках организации между группами для рассмотрения запросов на изменения политик, да, решает, как их нужно расширять, менять, создает и коммуницирует политики, то есть, по сути, их пишет и как-то их транслирует, следит за тем, чтобы они внедрялись как на уровне систем, так и на уровне участников процесса создания данных. ну и также в целом в его зоне ответственности все уровни конфиденциальности данных, контроль доступа и так далее. Со стороны, да, это роль Data Steward. Есть остальные роли, в данном случае IT и так далее. Они работают, сейчас есть более удачный слайд, мы к нему придем. Они работают с Data Steward, с Data Steward работают в рамках рабочих групп, но отвечают каждый за свою тему, да, разработчик моделей данных, за применение там тех или иных требований к данным в рамках своих моделей, архитектор, да, его задача обеспечивать соответствие архитектуры корпоративной с установленным требованием, аналитика баз данных, как правило, участвует в рамках как именно как Data Expert, Subject Matter Expert, который позволяет участвовать как полезный игрок в проектах по качеству данных, может, да, закопаться в данных, может приносить пользу по именно Data Quality Projects. Организационные модели. Как программа такая выглядит в компании, в орг структуре, скажем так. много разных вариантов. Я анализировал, какие орг-орг структуры существуют в разных крупных мировых компаниях, но, скажем так, обобщая их, имеет смысл говорить о том, что вот примерно все они похожи вот в этом. Есть несколько ключевых элементов, да, есть executive спонсоры, да, вот они справа. Есть Data Governance Committee, или по сути некий там как угодно совет по Data Governance, или как, не знаю, как по-русски. Да, есть рабочие группы, есть участники со стороны, скажем так, которые включены в программу, но не являются полноценными ее участниками. Давайте поподробнее разберем. Собственно, в центре находится Data Governance Committee. Это некий организационный орган, организационный орган, да, окей, который призван по сути координировать проект, координировать программу, решать те или иные вопросы на high-level. В него входит собственно руководитель Data Governance программы, если он существует. Есть Data Stewards, которые занимаются координацией, их фокус на том, чтобы координировать деятельность рабочих групп. Также туда может входить опять же SEO организации, который по сути входит в этот совет как представитель всей IT-инфраструктуры. Рабочие группы. Рабочие группы в данном случае являются тем самым операционным инструментом функционирования программ, которые состоят из Data Stewards, Business Data Stewards, принято разделять, то есть Data Stewards со стороны функций, со стороны бизнес- подразделения. Также могут существовать или не существовать корпоративные Data Stewards, то есть те, которые являются представителями отдельной функции в компании, если она существует, ее может не быть. Data Governance Program Office как подразделения, которое занимается именно развитием практики Data Governance компании. Давайте будем считать, что они пунктируем здесь о них отдельно. Важно, если мы говорим про Data Governance в рамках одного или нескольких подразделений функциональных, то Business Data Stewards являются ключевыми координаторами, Business Data Analysts, они могут просто являться тем самым ресурсом, который участвует и наносит пользу в рамках проектов Data Governance. IT менеджеры в рамках этой функции, то есть те, которые, например, поддерживают Salesforce, как у вас система CRM, в которой хранятся данные клиентские. И Subject Matter эксперты, то есть это могут быть просто эксперты в этой области, которые занимаются репортингом, которые занимаются бренд-менеджером и так далее, которые являются основными пользователями этих данных, которые знают ценность и почему данные должны быть качественными и в какой степени они должны быть и так далее. Вот эти рабочие группы, собственно, их цель вырабатывать те самые стандарты, правила качества данных, а также следить за проектами по изменению качества данных, а также формировать бизнес-вэлью, устанавливать и понимать, зачем, что, какие стандарты качества нужны, то есть обеспечивать связь с реальностью, с бизнесом. Справа у нас находятся вспомогательные участники этого проекта, IT-директора, менеджмент функционального подразделения, который может по сути быть не вовлечен в полной мере в этот проект, быть сторонним наблюдателем. Internal Operations, то есть это аудит, риск менеджмент и так далее, финансисты. Но главным образом основные конструкты в данном случае это рабочие группы, Data Governance Committee и опционально Data Governance Program Office как орган, который занимается именно внедрением Data Governance практик в разных департаментах и является каким-то центром of Excellence или центром знаний. Собственно, да, на примере Unicredit можно посмотреть на похожую систему, которую я описал похожую с точки зрения и ролей и организационных элементов. Есть некая экспертная панель Data Governance Console то же самое что Data Governance Committee эксперт панель то же самое что рабочая группа. И скажем так есть описание о том какие ключевые задачи решает каждый участник этого мероприятия. Это все повторяет то, что я сказал, я сейчас не буду фокусироваться, если опять же более подробно мы это разбираем примеры чужих организационных структур в разных компаниях, как это выглядит, как это функционирует. это честно говоря ну опять же сильно отличается от индустрии к индустрии от проекта DG я еще называю Dolce & Gabbana DG проектов могут быть разные формы принимать. Так у нас осталось 20 минут за это время я успею наверное еще поговорить с вами про более подробно про Data Stewards и про технологии в рамках Data Governance. Итак четыре типа Data Stewards компании так мне не получается обеззвучить всех поэтому sorry я вам сделаю это более жестко так четыре типа Data Stewards Data Object то есть Data Stewards по объекту данных по бизнес функции по процессу и по проекту или по системе ну грубо говоря важно из этого то что Data Stewards это не что-то да отлитая в бронзе это гибкая роль да которая может принимать формы в зависимости от того какой у вас проект существует не нужны Data Stewards когда не все данные да не все данные требуют Data Stewards только критическим данным должен быть назначен Data Stewards может внедряться Data Stewards поэтапно с одной области дальше готовится некая группа обучается роли Data Stewards описывается в чем да их обязанности и дальше обрабатываются проблемы в работе после этого распространяются на более широкие более широкие группы требования да есть набор требований которые максимально желательны для Data Stewards у него должны быть навыки Change Manager то есть агента изменений ему нужно пушить людей в том числе находящихся за рамками его бизнес функций да то есть в рамках рабочей группы координировать работу по изменению качества данных общаться да вытаскивать из людей какую-то информацию работать с IT иметь возможность коммуницировать на и с бизнесом понимающим какие данные нужны и с IT которые понимают зачем эти данные лежат в системах и какие сложности с ними существуют иметь авторитет да потому что для этого всего необходима определенная репутация и в рамках рабочей группы не должны быть полномочия бизнес кругозор понимание цели организации желательно иметь опыт использования этих бизнес данных их анализы ну да бизнес технический опыт в рамках компании в различных проектах собственно другие роли может да мы говорим говорили уже про data chief data officer data architect data modeler data process analyst все они работают с data steward каждый по своей области каким и бывают программы data governance как я говорил они действительно могут быть разные нет такого что как бы с компании в компанию это все имеет один вид зависит это ну допустим от количества процессов и количества доменов данных внутри например когда у нас один домен данных например клиентские данные и эти данные участвуют в большом количестве процессов то есть их поддерживает условно отдел доставки отдел по работе с клиентами отдел по не знаю активным продажам все эти отделы с этими данными работают контрибьют в их создание и изменения другой пример когда много доменов данных и один процесс например финансовое планирование или управление продажами и в этот процесс то есть процесс один а данных в него вкладывается много и такой проект data governance будет иметь другую систему целей ролей да и по-другому будет структурирован ну и может быть это совсем многое ко многим много доменов включенных в них много процессов это скажем что-то может быть такое как внедрение data strategy в компании на уровне всей компании или корпоративная система на кипиев которая покрывает и много данных и много процессов на них влияющих масштаб этих проектов будет разный драйверы data governance программ соответствующие соответственно тоже могут быть изначально разными часто это может быть data pain point когда случилась какая-то очень жесткая ситуация в компании на которую руководство отреагировало не менее жестко сказав сделайте что-нибудь чтобы такое не повторялось могут быть IT-инициатива когда IT-директор предложил это может быть когда какой-то очень сильно продвинутый бизнес-директор предложил программу внедрить ну или вы занимаетесь реинжинирингом каких-то процессов и раз уж мы этим занимаемся то давайте еще подумаем как будет функционировать управление данными в этом случае давайте перейдем к теме такой емкой и наверное заслуживающей упоминания раскрытия даже какого-то эффективности системы data governance месседж этого слайда в том что действительно качество бесплатно дорога обходится именно некачественной информации потери бывает упущенная выгода и есть прямые расходы упущенная выгода когда вы недополучили выручку того что недопродали что-то каким-то клиентам или просто недозвонились до каких-то клиентов или еще что-то связанное подобного рода прямые расходы это штрафы регулирующим органам прогрузка перегрузка неэффективное использование оборудование например тот же самый даже персонал который занимается работами с данных если он 70% тратит на то чтобы привести данные в чувство в какой-то пригодный вид то это просто расходы на персонал условно говоря их рабочее время является прямым расходом затраты возникают собственно как при оценке качества данных так и в рамках инициатив по его повышению когда вы запускаете программу она неминуемо генерит вам затраты дальше наверное какие подходы к измерению эффективности действительно финансовый рой от качественных данных бывает сложно измерить есть понятие в него входит где нужно искать рой рост выручки за счет развития бизнеса экономия средств за счет сокращения затрат и сокращение рисков и соответствие требованиям регуляторов то есть в данном случае вот чтобы найти источники этого роя как правило происходит сборка его вместе с владельцами бизнес-процессов чтобы сформировать вот эту базу выгод от повышения качества данных и собственно собираем дальше рой-модель в которых да мы по сути пишем слева потенциал выгод финансовых и затраты на программу затраты на программу как правило складывается из выделения соответствующих соответствующих ресурсов внутри существующей команды редко когда имеет смысл сразу говорить об отдельном штате там отдельном руководителе программы который занимается только этим дейто стюарды которые занимаются только этим соответственно полностью как бы да несут в себе в своих зарплатах затраты как правило дейто стюард это не отдельный человек не отдельный не отдельная роль как минимум на старте когда проект развивается во что-то очень масштабное и компания действительно какая-нибудь транснациональная большая от 10 тысяч человек и выше тогда имеет смысл говорить об отдельном комитете об отдельном штате проектной команды таким образом да и имеет смысл также говорить о том что есть так называемые data governance scorecard data governance maturity модели которые также часто используются для демонстрации эффективности программы data governance давайте разберем один бизнес кейс из интернета вы можете его тоже найти это не моя находка я его просто проанализировал да плохие данные в рамках конкретной компании это дупликаты не точно неверная информация и устаревшая информация стоимость одной плохой записи допустим мы это посчитали допустим эта сумма равна 100 долларов это все что суммируется в виде отправок писем на неверный адрес неверных звонков потеря недовольного клиента ошибка маркетинговой сегментации потеря из бюджета маркетинговых компаний когда вы тратите на эту базу какие-то расходы маркетинга хранения опять же этой записи на серверах и так далее ну цифра абстрактная допустим мы ее посчитали она равна 100 долларов да также мы говорим о том что затраты на корректировку этой записи на корректировку неверной записи равна 10 долларов единовременная и затраты на поддержание базы этой записи в таком качественном виде равна 1 доллару в год допущение ваша база растет на 40% в год таким образом у вас допустим по 3 годам количество записей увеличивается вот в таком объеме от 100 тысяч до до какого количества до 156 тысяч и у вас 20% вашей базы данных содержит bad data то есть все то что стоит каждая запись 100 долларов таким образом мы можем посчитать фактически стоимость вашей плохой базы cost of bad records и она будет увеличиваться по мере роста вашей базы данных если мы говорим о том что мы запускаем проект по вычистке базы данных то мы тратим на одну запись по 10 долларов и дальше каждый год по 1 доллару на запись на поддержку в чистом состоянии нетрудно понять что мы таким образом потратим на исправив каждую из 20 тысяч плохих записей единовременно под 10 долларов мы потратим 200 тысяч долларов и дальше на предупреждение мы будем тратить по 10 тысяч и 15 тысяч долларов в следующие года простая математика если что потом можно к этому вернуться идея в том что мы складываем по сути наши cost of bad records то есть все то что мы будем иметь в виде потерь если мы не занимаемся вычисткой данных вот она cost of bad records и наши затраты на вычистку данных и мы получаем сразу годовые сейвинги в виде миллионов долларов этот пример нереалистичен тем что одна запись стоит так дорого затраты на вычистку и поддержку ее в актуальном состоянии так дешево в этом случае действительно конечно же нужно заниматься проектом data governance то есть по сути настроить все те механизмы настроить все те процессы которые будут обеспечивать постоянный контроль качества данных и распределение ответственности за то чтобы это все поддерживать дальше в этом состоянии потому что в принципе трехлетние сейвинги в виде 8 миллионов с половиной долларов я думаю вполне покроют затраты на программу да но наверное это не всегда так то есть такая приятная ситуация для обоснования программы не всегда будет адекватна есть другой бизнес кейс когда компания проводит несколько например компаний прямой почтовой рассылки 10 миллионов отправок при этом 10% отправляются с одной из двух ошибок почтовый адрес не верен каждому получателю отправляется более одного письма то есть 10% от 10 миллионов отправляются с ошибкой таким образом мы говорим о том что экономия в виде 50 500 тысяч долларов в год будет если мы мы исключим это 10% поток ошибок если каждая рассылка стоит 50 центов компания будет экономить 100 тысяч долларов в год таким образом если мы по сути да чтобы компенсировать их мы чтобы по сути сделать исключить эти ошибки мы хотим внедрить MDM систему Master Data Management которая будет заниматься вычисткой данных об адресах клиентов и не допускать дупликаты MDM система стоит 3 миллиона долларов если компания большая вендор большой в принципе вполне разумная цена и мы говорим что компании потребуется 30 лет чтобы окупить таким образом 3 миллиона долларов по экономе по 10 по 100 тысяч долларов в год не очень хороший результат для того чтобы продать таким образом MDM систему и процессы с ней связаны таким образом компания скорее всего продолжит отправлять те самые 10% писем с ошибками это будет можно сделать какие-то мероприятия по сокращению до 7% но вряд ли до нуля не нужно настолько дорогое решение для этого с другой стороны если мы говорим что отдел маркетинга который хочет внедрить MDM систему также хочет использовать эти данные для того чтобы разработать какую-то суперновую модель сегментации таргетинга продвигать туда новые услуги и добавить туда еще информацию социальных сетей и все эти задачи будет решать MDM система и тогда мы получаем дополнительные скажем так финансовые аргументы то есть выгоды которые можно записать в доходную составляющую и таким образом повысить сроки окупаемости MDM систем мне хочется говорить про непрямые выгоды да есть очень много того чего хорошего создаст хорошее количество данных да но как правило их не покупают они не приводят к запуске проекта улучшить отчетность там экономия на обнаружение мошенничества ускорение принятия решений облегчение самообслуживания и так далее есть интересные вещи но они опять же связаны если они являются обсчитываемыми то есть экономия на адвокатах экономия на штрафах да там какой-нибудь центробанк штрафуют банки в определенном объеме за каждую запись где неправильно зарепорчены там не знаю персональные данные паспортные данные или адреса и так далее дорогостоящие аудиты да если на них можно будет экономить это можно записать тоже в доход от программы вот пример соответственно расчета возврата инвестиций Сбербанка как они показывают как они красиво продали проект Data Governance внутри наверняка все эти выгоды они действительно несут с их объемами данных и с их потенциалом использования этих данных вероятно все это make sense я пожалуй начну заканчивать поскольку мы переходим к подходим к концу да наше мероприятие полторачасовое на самом деле является сокращенной версией большого курса где это все описывается я добавлю да что по технологиям имейте ввиду что да сейчас Data Governance как набор практик меняется трансформируется тоже от тяжеловесных значит проектов в которых есть документы да какие-то регламенты и так далее есть скажем так тренд в область опять же self-service как нетрудно догадаться self-service уже проникает во все да действительно самоуправляемость подвижность скорость и self-service являются новыми атрибутами Data Governance практик можно обсуждать как это внедряется понятие дейта каталогизации как один из элементов и составных элементов Data Governance систем да что такое дата каталогизирование какие системы обеспечивают их да из наиболее популярных калибра Elation Microsoft Azure расширение по Data Governance и другие специализированные сервисы позволяют это делать также ну да можно рассмотреть отдельно конкретную систему вы можете это сделать сами они доступны и очень советую это сделать если вы занимаетесь этой темой да как минимум калибра Elation заслуживает анализа внимания я в данном случае абсолютно беспристрастен да никакой связи с ними не имею да и понятие курирования данных как отдельного направления альтернативного скажем так или дополняющего понятия Data Governance Data Curating да если Data Governance делает фокус на управлении использованием данных курирование данных предразумевает наблюдение за ними обеспечения соответствия и снижения рисков agility в Data Curating политики регулирования self-service и автономность предписывающий контроль описательные возможности то есть такой рекомендательный вариант поддержка роли обязанности сотрудничества и sharing то есть идея в том что Data Governance тоже как монструозная программа внутри организации подвержена всем тем рискам когда пишется много документов да распределяется много ролей тратится много времени на какие-то коммуникации но дальше все равно все как бы бьется о жизнь да и в каком-то виде начинает существовать в каком-то уровне эффективности дальше если внедрять в это больше гибкости и мотивировать людей заниматься тем же самым но в более самоуправляемом режиме это приносит дополнительный value в проект да мы можем вам расшарить те ресурсы которые мы используем я использую в качестве источника для своего самообразования пользуйтесь ими также да ну и у нас есть курс да о котором я говорил двухдневный где все то же самое что я сейчас рассказал вам доступно но по сути в крайне детальном виде с практиками по разбору кейсов из вашей жизни из вашей жизни вашей компании вот на этом все что я хотел вам рассказать я практически уложился на две минуты выше за срок прошу прощения есть ли какие-то вопросы можете попытаться скажем так давайте я вам да у вас сейчас есть возможность размьютиться если получится много людей но всех благодарю за участие вы можете скажем так запросить ну когда можно с вами пообщаться отдельно если у вас есть конкретный интерес или ситуация какой-то бизнес кейс вот все кто готов пообщаться сейчас я предлагаю можем у нас есть пять минут еще можем можете задать свои вопросы запись вебинара честно говоря наверное да мне не жалко насколько она будет скорее всего мы ее вывесим в ютюбе на канале би консалта вот и ссылки направим участникам спасибо надеюсь было интересно много непереведенных терминов да я на самом деле не хочу их переводить мне и так понятно но это как бы шутка да но на самом деле нету российского какой-то книги которая бы была бы более точной чем та область знаний которая находится на английском языке да книги по теме рекомендуем да это каталог внедряется от потребности бизнеса или прививается бизнесу от IT но из практики ничего что прививается от IT в теме Data Governance не взлетает не потому что IT плохой да потому что как правило Data Governance системы в том числе дата каталоги их суть в том чтобы ими пользовались по сути участники процесса от бизнеса главным образом то есть те самые Data Steward и Information Stakeholder которые занимаются использованием данных и которые занимаются проектами по качеству данных соответственно не будет эффективно их внедрять со стороны IT если только IT может инициировать потом вовлечь бизнес заинтересовать бизнес спонсор в любом случае должен быть из бизнеса Data Engineer не очень понятно что имеется ввиду Data Engineer очень в моем представлении не конкретное слово или может быть вы имеете какое-то конкретное понимание под ним Developer или Data Engineer под Data Engineer являются все кто работает с данными в моем представлении кто пишет какой-либо код какой-то либо какой-либо код ну по сути если в этом случае то девелоперы данных могут не иметь никакого отношения к программе Data Governance в моем представлении это бизнесовый проект на стыке Business IT но драйвиться он должен бизнесом спасибо за вопросы да можем перейти в режим общения оффлайн спасибо всего доброго до свидания